Много уважаемый Вахтан Михайлович, много уважаемая Ольга Петровна, уважаемые коллеги. Самарская область имеет определенные традиции развития онкологии. Мы в прошлом году отметили свое 70-летие, но в 2007-2006 году администрация Самарской области подарила нам новое здание, новый онкологический диспансер. Многие из сидящих в этом зале, наверное, были у нас. И благодаря этому наш регион способен внедрять различные клинические технологии, и организационные в том числе. И сегодня мы хотели бы вам рассказать, как мы работаем в вопросах организации онкологической помощи. Но сначала несколько слов о структуре службы. Онкологическая служба Самарской области достаточно централизована. Наша территория небольшая, расстояние между одной стороной и другой небольшое. В нашей области основной онкологический диспансер Самарский. Имеется две территории Тольятти и Сызрани, где оказывается специализированная онкологическая помощь. Коек 1090 в 2015 году, 60 онкологических кабинетов, 122 смотровых кабинета, это большая армия врачей-участковых, фельдшеров, врачей общей практики, которые помогают нам выявлять злокачественные, которые не помогают, а выявляют злокачественные науобразования. Заболеваемость из года в год растет. Она выше, чем по Российской Федерации в целом и по Приволжскому федеральному округу. Также высока и смертность от злокачественных науобразований. Если мы посмотрим на картограмму области, то мы увидим, что две трети территории имеют крайне высокую заболеваемость, очень высокую и высокую. Вот эпицентры самой высокой заболеваемости мы здесь показали. Это наши территории Самара, Тольятти, Сызрань и Богатовский район. То есть проблем у нас, в принципе, очень много. И ежегодно выявляется почти 16 тысяч онкологических больных, 84 тысячи стоят на диспансерном учете, более 6,5 тысячи умирают. И все контингенты больных имеют тенденцию к росту. И специалисты онкологической службы постоянно думают, как улучшить, как совершенствовать нашу организацию медицинской помощи онкологическим больным. И вот за эти годы мы у себя в регионе разработали такую модель, как мы ее называем, модель управления качеством медицинской помощи онкологическим больным. И цель ее как раз – выявление имеющихся проблем и причин их возникновения. По-другому говоря, это наша с вами оперативная постоянная работа, но мы ее просто структурировали. Вот эта модель представлена вашему вниманию. Здесь мы видим, как бы, ну, разграничили мы три части или три линии. Вот это наша структура, то есть та фактическая модель, на которой мы сейчас находимся. Она имеет свою структуру, емкость ресурсной базы, о которой я только что рассказала, стандарты. И стандарты деятельности. И управляем мы медицинской помощью онкологическим больным с помощью системы управления ресурсами. Вот это вот ресурсами – это зеленая линия, системой управления процессом медицинской помощи и системой управления результатом. Это вот три, как бы, составляющие любой модели управления качеством. И мой, в принципе, доклад будет как раз заключаться вот в раскрытии вот этих вот трех линий. Это система управления ресурсами зеленая, процессом и результатом. И самое главное, дальше на основе полученных выводов мы разрабатываем вот новые решения, с помощью которых проводим коррекцию нашей деятельности, изменения вносим. И далее, как бы, получаем новое качество нашей системы. Вот я говорила, что у нас есть определенная нормативная база. Она основана на существующих нормативных официальных документах. Если вы видите здесь, особое внимание в нашем приказе уделено порядку активного выявления, порядку маршрутизации пациентам, алгоритмам обследования в процессе дифференциальной диагностики с локачных на образовании, что нет в таких российских приказах, и порядку диспансерного наблюдения онкологических больных. То есть в своем приказе мы постарались поэтапно четко распределить все задачи, которые стоят перед онкологической службой. И вот достаточно большая нормативная база, она разделена на следующие разделы приказа и нормативные документы, регламентирующие порядок активного выявления больных, уточняющие диагностики, диспансерного наблюдения онкологических больных и оказание палеотивной помощи. Большое внимание мы оказываем порядку экспертизы и оценки качества кодирования определения причин смерти и мониторингу причин смерти. Итак, первая линия зеленая – система управления ресурсами. Вот мы на основе имеющихся документов рассчитали нормативное количество услуг, которые мы должны оказывать в системе помощи, нормативное число диагностических аппаратов, которые должны быть. И в соответствии с этими показателями мониторируем показатели невостребованного спроса и эффективности использования диагностического оборудования. Вот по расчетам оказалось, что в соответствии со стандартами мы должны оказывать 6 миллионов 730-970 различных услуг. Вот перечень их здесь представлен. Но фактически, на самом деле, мы их оказываем 4 миллиона с небольшим. И вот получается, дефицит этих услуг составляет около 40% или невостребованный спрос этих услуг. Вот он проранжирован, эти показатели невостребованного спроса. Наибольшее число недоделанных у нас фибробронхоскопий, трансэлектральных ультразвуковых исследований, фиброколоноскопий и так далее. Это с одной стороны. То есть мы как бы недообследуем больных в соответствии со стандартами. А с другой стороны, диагностическое оборудование. Вот в области в 2015 году 2194 единиц диагностического оборудования. Оно постоянно возрастает. В период с 2010 по 2015 год рост на 13%. И вот наибольшее число увеличения парка диагностического оборудования произошло, вот проранжировали мы. Но однако эффективность использования его составляет лишь 60%. И поэтому проблема использования ресурсной базы службы является невыполнение стандартов диагностики злокачественных образований. Но почему они не выполняются? Потому что не хватает оборудования? Нет, оно в достаточном количестве. Просто оно не выполняется из-за недостатка врачей. Врачей клинических специальностей на 31% и врачей диагностических специальностей 47%. То есть вот так мы интерпретировали. И такой вывод мы получили по анализу ресурсной базы. Теперь третья, вторая линия – это система управления процессом медицинской помощи. Медицинская помощь онкологическим больным оказывается на этапе общей лечебной сети. Соответственно, проводится курация, организационно-методическая поддержка онкологического компонента деятельности учреждений. Вот розовым – это то, о чем я сейчас буду говорить, как это происходит. Значит, существует у нас программа курации, которая разработана, которая ежегодно, она повторяется. Смысл ее заключается в следующем. Три раздела. Это постоянно действующий семинар, онкологический семинар для медработников. Вот первая тема семинара – это организация онкологического компонента деятельности специалистов участковой службы, здесь представлена программа семинара. Дальше семинар «Порядок учета онкологических больных в учреждениях онкологической службы». Это дальше мастер-классы, перечень которых здесь тоже представлен, и программы этих семинаров. Значит, первое – это обучение медработников. Вторая составляющая курации – это обучение населения. Под спорем являются различные статьи, теле, радиосюжеты. И третий раздел курации, самый главный, я считаю, это целевые проверки онкологического компонента деятельности ЛПО общей лечебной сети. Значит, здесь представлена система активного выявления рака, которую мы для себя построили. Во главе угла участковая служба, смотровые кабинеты, женские консультации специалистов и диагностическая служба, которые позволяют нам выявлять злокачественное образование, в том числе и активно. Все выявляется заболевание, направляется в онкологический кабинет и в онкологический диспансер. И вот во время курации, все это прописано в наших нормативных документах, и во время курации мы проверяем вот эти все взаимосвязи, непосредственно организация в каждом подразделении и связи, самое главное, взаимосвязи. И вот этапы проверки. Это первые онкоосмотры, как проводятся, диспансеризация больных с хроническими заболеваниями и диспансеризация онкологических больных, в том числе с хроническим болевым синдромом. И самое главное, как говорила, проверяется реализация взаимодействия координации контроля в системе активного выявления рака. И вот какие ошибки мы видим при проверке. Специалисты регистратуры не осведомлены о целях онкоосмотра, не интересуются у пациентов датой проведения последнего онкоосмотра, не направляют больных в онкологический кабинет. Далее, онкоосмотры проводятся не по полному алгоритму, то есть не ведутся учетные формы больных с фоновыми предраковыми заболеваниями. Алгоритм обследования этих больных не соответствует стандартам. В системе активного выявления рака неорганизованное взаимодействие участковый врач иначмед, диагностическое подразделение, в котором выявляются злокачественные образования иначмед. То есть не работает система взаимосвязи. Также мы во время проверок анализируем амбулаторные карты больных с хроническим болевым синдромом. Вот перечень тех ошибок, которые регистрируют наши специалисты. В 2015 году выявлено 1943 ошибки. По результатам проверок формируются акты, акты об организации, мероприятия в системе активного выявления рака и акт по результатам проверки качества введения больных с хроническим болевым синдромом. На основе проводятся рабочие совещания со специалистами. И вот проблемы. В результате такой работы выявляются проблемы. Остается большой спектр нерешенных проблем в системе активной профилактики рака. Требуют совершенствованные алгоритмы маршрутизации. Необходимы мероприятия по совершенствованию документа оборота, первичных учетных документов. Неэффективно проводится диспансеризация онкологических больных. Вот мы с вами сейчас рассмотрели ветку вот эту работу с общей лечебной сетью. Но еще, как мы понимаем, медицинская помощь онкологическим больным оказывается в специализированных учреждениях. И здесь построена внутриведомственная система экспертизы качества. Ее основным звеном является трехуровневая система экспертизы качества медицинской помощи. Вот у нас есть электронная история болезни, в которой адаптирована к формированию вот такой карты экспертной оценки на уровне врача, на уровне заведующего отделения, потом отдела экспертизы качества и заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Вот арм врача-эксперта. Здесь есть возможность внесения данных о цели госпитализации, о степени достижения цели госпитализации, оценки качества оформления истории болезни, факта заполнения первичных учетных документов, а также регистрации вида осложнений, причины осложнений и степени предотвратимости осложнений. Вот формируются различные аналитические таблицы, по которым также акты экспертизы качества медицинской помощи. И вот выявляются проблемы, тоже регистрируются проблемы. Например, имеет место неверная или неполная формулировка диагноза, дефекты при сборе жалоб, анамнеза, формальность описания объективного и локального статуса и так далее. Я не буду заострять внимание. Таким образом, мы прошли ветку управления медицинской помощью. То есть мы анализируем, смотрим, проверяем и выявляем недостатки. И третья система управления качеством – это система управления результатом. Она имеет тоже два направления – на популяционном уровне и на уровне госпитальном. Вот кратко я расскажу. Вот такая экспертная система управления результатами деятельности онкологической службы. Она создана на базе ракового регистра. Вот модель ракового регистра, которая существует у нас в области. Ее особенность в том, что самарский раковый регистр связан региональной интегрированной электронной медицинской картой, то есть МИС лечебных учреждений. Из этой информационной карты направляются данные о госпитализациях, о датах и причинах смерти, об онкоосмотрах и диспансерных осмотрах больных с фоновыми предраковыми заболеваниями, диспансерных осмотрах онкологических больных. Вся эта информация конвертируется в самарский раковый регистр. А также отдельно у нас ведется регистр Тольятти-Сызрани. Все это объединяется. Ежеквартально мы направляем в федеральный раковый регистр данные и выгружаем в отчетные формы МЕДСТАТа. И одновременно с данными электронными, которые мы подгружаем в регистр, идет внесение данных с бумажных носителей. И, конечно, нет, еще не сказала, что вот такое информационное обеспечение службы сейчас обеспечивает достоверный учет онкобольных и позволяет проследить алгоритмы маршрутизации пациентов на различных этапах медицинской помощи при выявлении злокачественных новообразований. Вот, кажется, такая красивая схема. Но, уважаемые коллеги, за этим стоит большой очень труд, который мы проводим, связанный со сбором, обработкой, контролем и экспертизой информацией. Он разделен на три части. Это сверка первичных и умерших больных, которые дополняются экспертизой методов активного выявления, экспертизой причин запущенности, экспертизой умерших больных. Вторая часть – это сверка данных о специальном лечении, проведенном в текущем году. И третья часть – сверка данных о состоянии больных, о состоянии больных, состоянии их ополевого процесса и методов лечения, проведенных в течение всего периода наблюдения. Вот это все как бы обобщается, проверяется, и только потом формируются отчетные формы, на основе которых мы проводим мониторинг. Я бы хотела заострить ваше внимание на особенностях анализа амбулаторных карт активно выявленных запущенных больных. Я недаром их показала здесь вместе, потому что я считаю, что это две стороны одной медали. Проводится это одним специалистом. По результатам анализа формируется вот такой протокол анализа причин запущенности. Здесь перечень, цифровая таблица выявленных дефектов, а далее для каждого больного, для каждого ЛПУ мы эти дефекты описываем. И вот такая структура дефектов получается. Например, по результатам 2015 года выявлено 1172 дефекта, из них 726 дефектов профилактики, 417 диагностики и 29 диспансеризации онкологических больных. Оценка дефектов проводится в соответствии с разделами системы активного выявления рака. Такая интегральная оценка онкологических скринингов. В результате формируется перечень хороших ЛПУ, которые сработали хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Кроме того, все остальные индикативные показатели разделены на две части. Это показатели результативности и показатели оперативной деятельности. И вот эти показатели оперативной деятельности разделены на показатели диагностики и показатели качества лечения и диспансеризации онкологических больных. Зеленый маркер – это положительный тренд показателя, красный – отрицательный, желтый – стабилизация. Такие таблички по каждому ЛПУ мы делаем ежеквартально. И дальше эти показатели обобщаются. Рассчитывается интегральная оценка качества диагностики, качества диспансеризации. Диспансеризация делится на два и получается экспертная оценка онкологического компонента деятельности ЛПУ. Вот она также ранжируется хорошо, удовлетворительно, плохо. Особое внимание уделяется показателям оценки качества диспансерного наблюдения больных с хроническим болевым синдромом. По такому же принципу все лечебные учреждения ранжируются. Вот таким образом по итогам 2015 года в Самарской области зарегистрированы положительные тенденции показателей ранней диагностики, активной являемости, запущенности. Однако радикальных изменений в качестве диагностики рака и диспансеризации онкологических больных не произошло, что связано с недостаточным объемом проводимых профилактических мероприятий в одной трети учреждений. Вот такой вывод нам позволяет сделать вот такой анализ. Так, ну я это пропущу, потому что времени нет. И следующая ветка – это экспертная система порядка учета на уровне госпитального ракового регистра. Он строен в нашу электронную историю болезни, которая здесь схематично представлена. Рассчитываются показатели деятельности по каждому отделению. Эти показатели обобщаются в виде интегральных оценок и формируются недостатки на уровне специализированного подразделения. Вот, уважаемые коллеги, зеленая ветка, фиолетовая ветка, желтая ветка. Она проводится, все эти мероприятия. Цель их – выявление недостатков и принятие организационных решений. Они принимаются в виде решений коллегии для лечебных учреждений сети. Для специализированных – это решение медсовета. Проводится коррекция концепции, стратегии, тактики деятельности онкологической службы. За неимением времени я не буду перечислять это все. И вот такой подход нам позволил за последние пять лет улучшить основные показатели нашей деятельности. Улучшились показатели активной выявляемости, общей запущенности, ранней диагностики пятилетней выживаемости, у дельного веса больных стоящих на учете 5 и более лет, улучшились показатели смертности. И вот наше как бы еще дополнение – это показатели выживаемости. Мы сравнивали показатели выживаемости периода 3-6 год, 7-10 год. Рассчитывались показатели 1-2, 3-4 летней выживаемости. Как мы видим, здесь везде положительные тренды. И динамика тоже выживаемости, наблюдаемая относительной с 3-го по 10-й год. Она имеет положительный тренд, и эти тренды достоверны. Итак, проводимая регулярная оценка качества медицинской помощи онкологическим больным позволяет нам выявлять недостатки, разрабатывать управленческие решения для их устранения, и обеспечивая постоянный процесс коррекции стратегии и тактики деятельности онкологической службы Самарской области. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Геннадьевна.